Здравствуйте, меня зовут цветоватая Наталья Николаевна, я врач-стоматолог-ортопед клиники Реформат. Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое люминиры и чем они отличаются от обычных виниров. Итак, давайте разберемся немного в истории. Люминиры это американское изобретение, придуманное для ленивых в кавычках стоматологов. Изобретение это запатентовано компанией Церенат Соединенными Штатами Америки. И только эти люминиры, только этой компании являются истинными. Все остальные это некая подделка, давайте назовем это так. Так вот, что является положительным качеством для пациентов, которые приходят к нам с запросами установить им не люминиры. Одним единственным плюсом разработанными маркетологами этой компании является то, что не требуется обрабатывать эмаль собственного зуба. В этом случае пациент счастлива. Я не трогаю зуб, я не обтачиваю зуб, я никаким образом у него не воздействую, а просто приклеиваю что-то и становлюсь голливудской звездой. Так вот, люминиры не зря названы голливудской улыбкой, голливудскими венерами. Для Голливуда не важно, как естественно вы выглядите. Голливуду нужны белые зубы ровного ряда, одинаковые по размеру и по форме, максимально безжизненно белыми. Этого ли мы хотим для наших пациентов? Наверное, нет. Как я уже сказала, заботящийся о здоровье своих пациентов доктор обязательно объяснит, почему нельзя наклеить что-то просто поверх эмали. Дело все в том, любая коронка и винир должны быть зафиксированы таким образом, чтобы быть абсолютно единым целым с тканями зуба. То есть иметь плавный переход без зазоров, без каких-то наслоений и так далее. Люминир наклеивается на поверхность зуба без предварительной подготовки. В этом случае мы получаем ступеньку, которая является зоной накопления бактериальной пленки и воздействию, соответственно, на ткани собственного зуба, приводя к вторичным кариозным процессам. То есть мы видим эту зону перехода, во-первых, визуально. Начнем с того, что форма люминира подбирается не индивидуально. Это комплект. То есть при работе с пациентом мы получаем некий шаблон, не индивидуальный подход, а шаблон, тот, который разработан в определенном довольно ограниченном количестве вариантов формы и размера этих комплектов, этих люминиров. И при наклейке этого люминира на поверхность зуба мы получаем как утолщение вестибулярно, так и удлинение режущего края, так как мы не сделали предварительной подготовки, не уменьшили количество ткани, не погрузили эту конструкцию в подготовленное ложе. То есть мы с вами получили на поверхности некие подушечки орбит. Это то, что в дальнейшем приводит пациентов в ужас. То есть не понимая о том, как они будут выглядеть, а очень часто это некая идеализация того, что я буду выглядеть как голливудская звезда, это и есть маркетинговый ход, это и есть задача продажи этих люминиров. Пациенты, ужаснувшись, уже, к сожалению, не могут отправить эти люминиры обратно. Это не предполагается, и возврат денег в этом случае также невозможен. То есть все, что связано с люминирами, это шаблонная конструкция, которая устанавливается, еще раз повторю, на необработанный зуб, что единственным является, как кажется пациентом, преимущество в данном случае. И в дальнейшем мы видим только уже отрицательные моменты. Во-первых, откопление пищевых остатков в зоне перехода этого люминира в ткани зуба, довольно сильно измененная внешность пациента в худшую сторону, так как зубы имеют большую толщину и больший размер по высоте, что очень часто также приводит к нарушениям окклюзии у пациента, то есть к завышению той окклюзии, которая была, то есть смыканию, что в дальнейшем также может привести к проблемам височно-нижнечелюстного сустава в связи с завышенной этой формой и завышенной окклюзией в боковом отделе. В сравнении даже самый тонкий обычный винир, это в основном керамическая масса, поливошпатная керамика или керамика имакс. И в отличие от винира люминира, керамический винир имеет переход по цвету, то есть от пришеечной зоны, где наиболее интенсивно мы видим просматриваемость цвета, до середины зубика и до прозрачного режущего края. То есть естественный винир, в отличие от люминира, имеет переход по цвету, что придает зубу красоту, естественность, он выглядит как переливающаяся жемчужинка. В отличие от обычного винира, люминир это, как называют его, специальный материал, который очень сильно напоминает композит. То есть нет прозрачности, нет той рельефности, которую мы достигаем, придавая керамическому виниру индивидуальность, нет перехода по цвету от пришеечной области к режущему краю. То есть это очень сильно напоминает композитные виниры. У меня в практике была пациентка, которая после совсем недолгого использования люминиров пришла ко мне со словами «снимите эти клавиши». То есть вот можем после такой характеристики очень четко представить, как выглядит человек и как он себя ощущает. То есть то, что наклеено на собственный зуб, не имеет прозрачности, не имеет перехода цвета, а является безжизненно белым. Скапливающийся налет в области ступеньки от люминира к собственному зубу в основном это зона пришеечной области. А соответственно это очень часто приводит к тому, что мы видим воспаленный край маргинальной части десны, то есть край десны, который соприкасается в зоне с люминиром. И это придает очень неприятный эстетический вид пациентам и также доставляет ряд неудобств. Так как десна кровоточит, она отечна и она воспалена. Именно поэтому сама идея приклеить что-то на свой собственный зуб, не обработав его предварительно, абсолютно несостоятельно. Плюс сам люминир делается не из многослойной керамики, а из специального в кавычках материала, который очень сильно напоминает композит и выглядит абсолютно безжизненно. Компания Церенат после критики о том, что люминиры не требуют уступа, вышла новая модификация люминиров с уступом. Так а какой в этом смысл? Если с уступом, то есть обработав эмаль, мы можем сделать такой винир из многослойной керамики, из поливошпатной керамики, который будет полностью воспроизводить индивидуальные особенности нашего пациента, наши запросы по эстетике, по форме и по своим характеристикам превышать в разы внешний вид, то логично предположить, что установка люминира в этом случае абсолютно не требуется. То есть подменив понятия изначально, которые они включали в себя как некий профит для пациента не обточка эмали, не препарирование эмали, подменив эти понятия на то, что люминиры без уступа несостоятельны, давайте делать люминиры с уступом, мы сегодня точно можем сказать, что в этом случае люминиры проигрывают нашим винирам, которые мы делаем в наших условиях с высочайшей точностью и цветопередачи и формы в разы. То есть нельзя никак сравнить эстетические свойства люминира с виниром из полевошпата или с виниром из материала IMAX. Также можно коснуться и ценовой политики люминиров. Я считаю, что стоят они неоправданно дорого. Связано это с тем, что отправляются данные в Америку и возвращаются они к нам в виде готовых пластинок также из Америки. На сегодняшний день этот процесс еще и к тому же очень долг. То есть если ранее это было около двух месяцев, на сегодняшний день я предполагаю, что это занимает гораздо больше времени. Соответственно, наш пациент находится в ожидании и при условии, что их результат не устроил, невозможно вернуть этот комплект, невозможно его переделывать, не повторив заново оплату. То есть я могу сказать, что за такие деньги мы можем изготовить очень красивый винир из полевошпатной керамики или керамики IMAX, настолько высокоэстетичный, что люминир просто рядом будет смотреться просто композитной пломбой белого цвета. Это абсолютно не то, ради чего к нам приходят наши пациенты. Наши пациенты приходят за красотой, за естественной красотой, а не за безжизненно белыми фаянсовыми накладками. Лично мне в моей более чем 20-летней практике врача-стоматолога-ортопеда в своей жизни пришлось столкнуться с люминирами около трех раз, наверное, не больше, когда я переделывала эти работы за другими докторами. И могу сказать, что это тот вид эстетических реставраций, которые я однозначно совершенно не порекомендую своим пациентам. Что такое виниры? Виниры – это ультратонкие накладки на поверхность зубов, которыми мы закрываем определенные зоны эстетических деформаций. Например, мы меняем цвет зуба, мы меняем форму зуба. При этом в зависимости от клинической ситуации, что необходимо сделать, от этого зависит и, скажем так, толщина винира. Она может варьироваться от 0,3 мм до 0,7 мм. В зависимости от того, насколько яркой интенсивности зуб, который имеет свой цвет, нам нужно перекрыть виниром. То есть толщина винира зависит от того, насколько сильно нам нужно изменить цвет собственного зуба. Форма и размер виниров определяются не на глаз. Для того, чтобы сделать пациенту самую восхитительную улыбку, которая подойдет только ему, для этого необходимо разработать макет будущей улыбки. Как это делается? При первом посещении и обсуждении возможных цветовых решений, возможных решений по форме, учитывая желание пациента, иногда пациенты приносят фотографии каких-то звезд, на кого бы они хотели быть похожи и так далее. Мы все собираем как информацию, делаем фотопротокол. Также необходимо дополнительное исследование КТ, которое покажет нам, в каком состоянии находятся те зубы, на которые мы собираемся ставить эстетические реставрации виниры или накладки на оживательные группы зубов. И в зависимости от задач, если необходимо, делаем санацию, если зубки подготовлены и мы уже можем начать работать, то мы разрабатываем макет будущей улыбки, который мы можем презентовать пациенту, еще не обрабатывая зубы, еще никаким образом не дотрагиваясь до зубов, не обрабатывая эмаль. Мы переносим макет из самотвердеющей пластмассы, то есть тот разработанный макет, который мы с техником обсудили, обговорили, рассчитали по определенной формуле золотого сечения, так называемого. И мы можем презентовать этот макет пациенту, перенеся его в полость рта, не обрабатывая зубы. В этом случае пациенты видят сразу практически ту форму, мы сейчас не говорим о цвете, потому что пластмассовый макет не может передать те тонкости цвета, которые мы сделаем на готовой работе, оттенки и переходы цвета до прозрачного края, режущего края. В данном случае макет – это утверждение формы, то есть мы с пациентом вместе оцениваем тот результат, который получился, что мы делаем. Мы делаем также фотопротокол с временными конструкциями, с этим макетом, снимаем видео, улыбаемся, смотрим на себя со стороны. Если есть пожелание сделать небольшие изменения, которые можно произвести прямо здесь в кабинете, не требующие работы техника дополнительно, это где-то сгладить уголки, где-то немножечко удлинить, например, центральные резцы, или сделать более выраженными или, наоборот, более сглаженными клыки. То есть все это мы можем сделать прямо здесь в кабинете, не перенося наш визит на следующий раз. Сравнивая люминиры и виниры, мы можем говорить о материалах, из которых изготовлены эти конструкции. Если мы говорим о обычных винирах, назовем их так, то применяются два вида материала. Это поливо-шпатный винир, это самая тонкая конструкция эстетических реставраций, которые на сегодняшний день есть. Изготавливается она в том случае, когда мы не меняем радикально цвет зубов пациента благодаря реставрациям, а каким-то образом наносим буквально штрихи, добавляем немного форму. Иногда это возникает потребностью пациентов, которые прошли ортодонтическое лечение, и при этом остались какие-то несимметричные рядом стоящие зубки, например, с одной или с другой стороны двойки от центральных зубов, или наоборот, центральный зуб один подлиннее, другой покороче. В этом случае при красивой эмали, при красивой зоне улыбки у пациента мы можем предлагать вот эти виниры из поливо-шпатной керамики, которые тончайшим образом, практически без обработки, то есть минимально только буквально заштриховав, условно говоря, эмаль для того, чтобы приклеить туда этот винир, мы изготавливаем для того, чтобы сделать зубы симметричными по форме, по ширине и добавить, возможно, там немного прозрачности по режущему краю. Второй вид материала, из которого изготавливаются виниры, это виниры IMAX. Они позволяют нам довольно в хорошем диапазоне поменять цвет собственных зубов. Опять же, мы не говорим о том, что мы достигаем фаянсово-бело-безжизненных, а мы говорим о том, что мы из цвета зуба пациента, довольно интенсивно окрашенного, можем поменять его в естественные оттенки, но при этом украсив улыбку и сделав ее более яркой. В этом случае мы говорим о винире IMAX, который тоже позволяет нам за счет наслоения работы техника, наслоения постепенного изменения интенсивно окрашенного пришеечного слоя до прозрачного режущего края, позволит нам передать ту эстетику и особенность, и ту индивидуальность данному пациенту именно благодаря тому, что он будет индивидуально разработан для этого пациента и индивидуально изготовлен. На сегодняшний день материал, из которого сделаны люминиры, он до конца не отработан. Дело в том, что компания-производитель не раскрывает данный секрет. Но могу сказать, что это шаблонная конструкция, она не имеет индивидуальности. У компании есть несколько разработанных наборов по ширине зубов и по их длине, которые, собственно говоря, подбираются приблизительно довольно точно по тем заданным задачам, которые не видят у каждого пациента. Также необходимо отметить, что при установке винира обычного, назовем его так, то есть винира из керамики, мы таким образом зашлифовываем зону перехода и сглаживаем ее таким образом, что переход от винира к тканям собственного зуба отсутствует. Значит, мы здесь имеем всегда хорошую гигиену, отсутствие прикрепления бактериальной какой-то пленки. И в случае, когда мы видим аналогичную ситуацию у люминиров, мы точно знаем, что в этой зоне, в зоне перехода люминира, то есть вот этого пластика в ткани зуба, будет всегда окрашена каким-то не очень эстетичным таким желтоватым цветом. То есть это желтая полоска, которая всегда отличает визуально люминир от винира. Да, она возникает со временем, конечно, не сразу, но тем не менее. Если даже у кого-то возникли сомнения, люминир это или нет, то это один из характерных признаков, по которому это можно определить. В связи с особенностью материала, из которого изготовлен люминир, и с особенностью его фиксации, как я уже сказала, существует вероятность и довольно быстрая вероятность того, что будет скапливаться пищевой налет именно в зоне перехода винира на ткани зуба. Безусловно, это требует дополнительной гигиены, но тот материал, из которого изготовлен винир, он очень сильно подвергается воздействию тех инструментов, благодаря которым проводится профессиональная гигиена. И что мы видим со временем? Со временем мы видим, что эти люминиры начинают тускнеть. То есть, порошок, который мы применяем при аэрфлоу, щеточки полировочные, какие-то пасты и так далее, именно то, что призвано улучшить состояние собственного зуба, оно действительно улучшает состояние зуба именно в зоне перехода винира, но ухудшает состояние самого люминира. То есть, со временем они тускнеют, становятся, помимо того, что они, как мы уже говорили, изначально были безжизнно белыми, так они еще становятся и тусклыми. Если вы мечтаете о красивой улыбке, обязательно приходите к нам на наши консультации, мы подберем для вас индивидуальные параметры, и это будет радовать вас очень долгие годы. Обращайтесь, выбирайте лучше! ПОДПИШИСЬ!